Если говорить о ваших отношениях с Путиным, они, ну как мы слышим, они очень глубокие, и они постоянные, и вот такие мужские, государственные, но вот вы неоднократно называли Путина другом, мой друг Владимир, а Путин говорит о братском народе, это тоже как-то заметно, он вас другом, по крайней мере, публично ни разу не назвал. Но вас это как-то, чем вы это объясняете? Я объясняю только одним, что я для него больше, чем друг, но пользуюсь, как-то не задумался, пользуюсь, что вы задали этот вопрос, я у него спрошу, мы в ближайшее время встретимся, я спрошу, что Киселев удивляется, как-то вы меня не называете другом. Когда-то Дима Песков очень правильно сказал, когда я говорю, что запомните, в этом мире друзей у нас нет, ему журналисты, ваши коллеги задают вопрос, а вот Лукашенко считает, а Дмитрий, ну молодец, он нашелся, мы больше, чем друзья, мы братья. Блестящий ответ. Тут все так я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше, чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, общего что, мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, по основным, основные проблемы одинаково, мы видим одинаковыми глазами этот мир. Да, мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать, ну не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково. Когда в Белоруссии были трудные времена, то оказалось, что Путин проявил себя как очень твердый союзник. Вы имеете ввиду президентские... Да, после президентских выборов, конечно, да. Он не как союзник, он поступил и как настоящий друг, как настоящий человек. Вот именно это я и имею ввиду. И тогда многие ожидали, что процесс экономической интеграции после этого пойдет семимильными шагами. Тем не менее, возникла какая-то пауза сначала, потом были приняты вот те самые 28 программ союзного государства, но, к сожалению, о них очень мало известно. Можете вы нас посвятить в какие-то детали этих программ? Что там все-таки есть определенного и что получат от них белорусы? Мы создали равные условия для людей, россиян и белорусов, но никто не понимает, что это образование, что это здравоохранение. В конце концов, вот самолетом прилетел сюда? Да. Самолет, железная дорога. Что, в аэропорту проверяли? Нет. По социальному обеспечиванию равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало. У нас в военном отношении единая политика, единая армия. У кого, с кем у России единая армия? Ни с кем. Ни с кем. Я говорю, единая ПВО, ваши базы здесь, две эти базы и прочее. В Скрудже ее взорвали, помните? А я сказал, нет. Нет, российская база здесь будет. И она существует. Там два-три офицера российские, остальные все наши. То есть мы фактически несем службу вместе. У нас единое оборонное пространство. Самые лучшие работают, Дмитрий, дипломаты. Макей, Лавров, мы всегда их отмечаем. Следом там идут Шойгу и наш министр обороны. Даже вот военное сотрудничество у нас следом идут за дипломатическим. Мы поддерживаем друг друга. Фактически, я всегда говорю, отечество у нас одно, от Бреста до Владивостока. Но 28, это же про будущее. Это про будущее. Так что ощутят от них белорусы? Вот детали какие-то можно, что нового будет? Давайте я на примеры приведу. Вот, казалось бы, военная доктрина. У нас была военная доктрина. Сейчас новая. Она устарела. Мы ее недавно утвердили новую военную доктрину. Это же концептуальная вещь. Оборонная одна из союзных программ, это оборонная. В основе лежит наша совместная группировка вооруженных сил, ПВО и прочая, ну, совместная оборона нашего отечества от Бреста до Владивостока, нашего союзного государства. Это главное. И мы ее сейчас, как и по другим программам, начинаем наполнять. Мы создали учебные центры у нас и у вас в России. Это же уже в развитии этой программы. Для чего центры? Для того, чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Ну, допустим, Искандер. У нас полонез похожее, но Искандер это дальнобойное оружие. Мы его не знаем. Оно должно быть... Искандер это средние дальности. Ну, до 500 километров, да. У нас полонез до 300. И наиболее мощное оружие. Не подвержено влиянию радиоэлектронных помех и так далее. Ну, много преимуществ. У нас его нет. Я считаю, должно быть. Но прежде чем должно быть, надо научить людей обучить этому. Создали центр. Обучаем. Еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400. Мы должны его видеть, изучать. В Белоруссии. В Белоруссии. Уже поставила. Да, конечно. И уже идут учебы, идет тренировки и так далее. Это в развитии нашей... То есть это учебная модель С-400 или... Нет, это боевая модель. То есть С-400 сейчас в Белоруссии есть? Да. Мы в этом учебном центре обучаем наших ребят. Вот я хочу попросить президента, чтобы он и остался, этот комплекс здесь. Но он боеспособный. Ну, самый боеспособный. Нормальный комплекс. Конечно, боеспособный. Вот. Программа оборонная. Приняли военную доктрину в развитии этой программы. И начинаем конкретно учение и прочее, прочее. И вооружение. Вот видите, к чему ведет эта программа? Точно так налоговая система. У нас налоговые системы разные. Но их надо, насколько это возможно, приспособить друг к другу. Надо их унифицировать. Таможенную политику. Ее тоже надо унифицировать. Потому что программа концептуально определяет общее направление. Как будем выстраивать эту таможенную политику. А дальше, плод до таможенного кодекса, он у нас есть общий. И в Евразес есть. Но мы его должны переработать так, чтобы это было, понимаете, представлялось как единое целое. Как в одной стране, вот в Союзе. Ну, возьмите Евросоюз, как в Евросоюзе. Поэтому все вот эти программы 28, которые мы приняли, они нуждаются в конкретизации. Нужны изменения в законодательство и в законы, или разработка новых нормативно-правовых актов, чтобы их реализовать. И мы начали уже многое делать. Чтобы у нас, Дмитрий, вот что даст? Это нам даст единое экономическое пространство. Что в России, что в Беларуси. Не будет разницы в ценах. Допустим, газ вот ты затронул. У нас там 128 долларов газ, так? За тысячу кубов. В России до 80 долларов. Разница большая. А нам не важно, сколько это будет стоить. 300, 400 или 50. Главное, чтобы для наших субъектов были равные условия. Вот в чем вопрос. И к этому, чтобы прийти, нам надо решить еще ряд каких-то вопросов. Таможня, налоги там и так далее, и так далее. Чтобы и у вас люди видели, что у нас одинаковое ценообразование на природный газ, нефть и прочее. И они понимали, что, ну, Беларусь это не чужая страна. И она для России делает это, это и это. И прозрачность. Да. Если у экономической интеграции некая конечная цель. Как вы сказали, равные условия. Вот это и есть конечная цель интеграции. В экономике, да. Конкуренция должна быть, равные условия и так далее. Может мы когда-нибудь, наши специалисты и ваши согласятся, и мы придем к единой валюте. Но пока мы не можем перейти на торговлю между нами, а это огромные объемы, это под 50 миллиардов долларов, мы не можем перейти на национальные валюты. Я предлагаю, слушайте, давайте перейдем на российский рубль в торговлю с природным газом, нефтью там и так далее. И что? Нет. Так с единой валютой, наверное, это было бы проще? Слушайте, к единой валюте надо прийти степ-бай-степ. Поэтому давайте, давайте, вот российский рубль. Все же хотят единую валюту, хотя мы когда с Ельцином подписывали соглашение, мы имели в виду, что это не белорусский, не российский будет рубль. А некая валюта другая, третья там валюта. Но поскольку у нас рубль, у вас рубль, зачем нам выдумывать и называть ее талер какой-то или еще что-то? Да, это будет рубль. Второй вопрос. Эмиссионный центр. Давайте сделаем как в Евросоюзе. Он должен быть независимым, он не должен быть российский. Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем, будем решать. Александр Григорьевич, а если можно себе представить, что у интеграции в наших странах есть какие-то пределы, что-то невозможное и то, чего не будет никогда, и просто даже не думайте об этом. Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет. Тем не менее, известно, что вы достаточно скептически или, скажем, с опасением относитесь к возможной приватизации ключевых белорусских предприятий. Я считаю, что они не должны быть придатками там чего-то, либо что они вообще исчезнут в результате. Вот это что? Если я вижу, что они исчезнут, то я буду категорически против подобной приватизации. То есть это и есть предел, да? То есть это невозможное. Да. Если кто-то хочет, допустим, МАЗ-КАМАЗ, я ведь не был против того, чтобы было объединение этих предприятий, но я был категорически против, чтобы наш МАЗ, который делает хорошие машины, качественные, не стал вспомогательным цехом КАМАЗа. Вот я против чего был. И когда я предложил, ребята, давайте не будем трогать пока собственность, давайте создадим совместное предприятие, КАМАЗ и МАЗ. А вопрос же в чем стоит? Вопрос модернизации, совершенствования производства и рынки сбыта. Создадим СП, отработаем рынки сбыта, посмотрим на модернизацию, Россия богаче, прокредитует где-то МАЗ, чтобы мы усовершенствовались и по каким-то направлениям подтянулись до уровня МАЗа. И поработаем 3-5 лет, уже бы закончилось. До уровня КАМАЗа, да? Ну, если я говорю, где-то вы будете подтягиваться до МАЗа по отдельным там узлам агрегатов, а где-то мы будем подтягиваться до КАМАЗа. А модернизироваться надо. И у вас, что нас привлекает, кредитных возможностей больше. Поддержать это объединение, совместное предприятие. Мы отработав 3-5 лет, увидим, как мы будем. Главное это рынки. Чтобы не было препятствий для МАЗа на российском рынке, для КАМАЗа на белорусском рынке. И за пределами нашего белорусско-российского объединения, там во Вьетнаме, в Китае и так далее. Будем с единых позиций. И если мы увидим, что это дало эффект, тогда будем резать собственность, делить и приватизировать. Ну, что тут неразумно? Логика. И знаете, и тогда Дмитрий Медведев, и Путин с этим согласились. Но не согласились ваши руководители ниже. Нет, вот, приватизировать 30%, 20%. Ну, и пошло-поехало, как это бывает уже. Стоп. У нас так не принято.